друзья всем привет сегодняшнее видео как вы догадались из названия в описании как поставить японский автомобиль на учет ну естественно сначала его нужно приобрести что приобрести автомобиль проверить можете обратиться к нам звоните по телефону кстати телефон указан в описании под каждым видео либо пишите ватсапе за более подробной информации проверка автомобиля стоит 2000 рублей и так это был кстати вот он собственно вице автомобиль 2015 года литровый аукцион и 4 балла друзья и внимание пробег на автомобиле 22 тысячи километров это был не подбор автомобиля это были штучные осмотры посмотрели если честно я уже не помнили два или три автомобиля подписчику вот остановился собственно он на данном автомобиле тут непростая ситуация автомобиль нужно поставить на учет именно в городе владивосток вот ездить он будет не в владивостоке ладно в подробности вдаваться не будем вот сегодня покажу вам какие нужны документы вообще как в принципе это происходит поэтому кому кто хочет кто боится что правый руль не встанет на учет без проблем обращайтесь поставим на учет поможем расскажем и так значит 2015 год 12 месяц я уже говорил литровый двигатель 1 кр кстати сегодня у нас будут еще автомобили покажем какие автомобили покупают штуки 23 автомобиль чко наверное с ним вкратце просто о машине вот в таком состоянии багажное отделение автомобиль не битый салон вариатор сейчас машину заведем и поедем в гаи пускай иногда погреется немного кстати на данном автомобиль еще нужно будет поменять аккумулятор ладно в гаи приедем я там уже покажу по документам ребят все мы приехали в гаи стали значит в очередь вживую что самое главное самое главное купить рамки потому что автомобиль без номеров ну и соответственно сейчас он встанет на учет без номеров ездить не получится и так из документов что нам потребуется нам потребуется договор купли-продажи нам нужна обязательно страховка этих осмотра но страховочка на без тех осмотра не делается стоим в живой очереди то есть как видите есть пробежные машины есть без пробежные автомобили сейчас автомобиль проходит осмотр на осмотре смотрится соответствие агрегатов соответствие двигателя вот хотя двигатель это в принципе номерной агрегат и смотрят соответствие кузова который указан в договоре грубо говоря в электронной птске есть он в сбгтс значит автомобиль проходит осмотр встает на стояночку и спокойно идем сдаем документы и в течение я думаю часа нам их выдадут поэтому как выдадут документы я вам их покажу и покажу что получили номера ребят ну а стояли в очереди машина спокойно прошла осмотр по документам я говорил что нужно было еще еще пошлина за постановку автомобиля на учет все документы сдали сейчас сидим ждем получения документов нам выдадут номера пришлось конечно подождать какое-то время но тем не менее номера получили все ребят поэтому проблем с постановкой автомобиля с постановкой правого руля никаких нет птс к сейчас нет птс к электронно то есть по факту вы получаете номера у вас будет просто желток до 40 все больше больше ничего не будет поэтому не бойтесь покупаете правую роль спокойно порядке можно сказать живой очереди автомобиль встает на учет друзья сегодня забираем вот такой интересный автомобиль это suzuki ignis 2017 года выпуска гибрид автомобиль 4 в.д. стоимостью 810 тысяч рублей сейчас выйдем со стоянки и более подробно на нем остановимся какие же друзья японцы все-таки молодцы вот в такой автомобиль уместили и просто шикарный внешний вид как смотрится как космический корабль особенно внутри данный автомобиль гибрид гибрид неполноценный но помогает еще и 4 в.д. итак внешний вид такой ярко-красный цвет автомобиль на литье практически на новой летней резине шикарный внешний вид черная крыша комплектация идет автомобиля максимальная ребят и пробег на автомобиле 7000 смешной пробег для этого автомобиля значит все варианты освещают оснащаются одним мотором 1 и 2 91 лошадиная сила на двигателе установлен стартер генератор асг мощностью 2 и 3 киловатта значит он как бы не только подзаряжает литий-ионную батарею но еще и помогает крутиться коленвалу при разгоне багажное отделение слева справа пластик ниша полочка вот такая шикарный салон у него щас покажу вам сидение заднего нас трансформируется складываются в ровный пол видите спинки идут отдельные это очень удобно кстати глонассы пошли сзади места довольно много реально много места сзади сиденья ездят смотрите сел коленки никуда не упираются голова потолок не бьется все просто замечательно есть даже ручка стойках airbag да здесь пластик но я не могу сказать то что он прям твердый с этой что с этой стороны естественно есть ремешки вот по месту два человека сама тот три человека тесновато честно из удобств один подстаканник посерединке ну и в дверных картах тоже по подстаканнику пойдемте на переднюю часть нам более интересно здесь вот такого плана дверные карты белая вставка черная вставка ручник в коже подогревы подогрев работает как бы ну и пятую точку подогревает и немного поясницу кстати ну блин реально полезная полезная штука подогрев и так собственно вариаторах как уже было сказано здесь тоже кожа руль идет кожаный идет полный мультируль полнейший мультируль круиз-контроль управление музыка управление магнитолы также можно подключить телефон идет сенсорный дисплей радио даже можно вставить диски вот кнопка включения камер здесь есть круговой обзор ну и также есть траектория движения плюс по переду да вот руля рулевую колонку кручу показано куда автомобиль поедет значит по передней части места очень много плюсом бонусом подлокотник я без подлокотника допустим ездить не могу мне нужно постоянно чтобы локоть у меня куда-то упирался подголовнички обычный приятный материал на ощупь дальше значит кнопка старт отключения и стоп трк регулировка зеркал центральный замок лепестки переключения переда передач управление дворниками также можем отрегулировать скорость управления дворниками собственно панель trip и всякий пробег ребят на автомобиле семь с половиной тысяч состояния нового автомобиля мотор 1 и 2 на спидометре 200 также есть тахометр ну и вот она у нас показана батарейка в данный момент она у нас не подзаряжается камеры кстати можно вот таким вот образом делать мультируль все работает вы смотрите здесь вот реально как посмотрите согласитесь как космическом самолете столько много кнопочек даже не знаешь куда нажать но в принципе здесь все ясно удобно и доступно розетка на 12 вольт 12 120 режимы езды отключения датчика движения по полосе датчика при столкновении ну и вот здесь вот тоже такой вот мониторчик можно управлять вот обзорность великолепная в данном автомобиле кстати вот первый раз забираем такой автомобиль дамы их смотрели но забираем первый раз пищалочки монтированы колонки зеркала идут с подогревом подсветка кстати лампочка там перегорела в подсветке здесь есть зеркальце семь с половиной тысяч пробег на автомобиле реальное состояние но автомобиля автомобиль еще 4 воды я вот проехал на нем подвеска отрабатывает так как она и должна отрабатывать постороннего шума стука какого-то ну нет стоимость как бы немаленькой 810 тысяч за данный автомобиль но я думаю данный автомобиль данный автомобиль того стоит ладно сейчас подъезжаем уже транспортной компании оформил автомобиль и поедем забирать следующие автомобили напоминаю занимаемся проверкой автомобиля перед покупкой кому нужна помощь звоните пишите обращайтесь все наши телефоны указаны под каждым видео ребят и еще огромная просьба вот постоянно говорю всем даже видео есть на канале у нас все автомобили продаются на сайте драм точкам авито автору у нас не актуально у нас нет машин тому steam по 400 тысяч рублей нет автомобили фитов там по 500 тысяч рублей вот поэтому заходите на дрон выставляйте все параметры сумму максимально все автомобили есть есть там honda freed не spike а именно honda freed это был поиск автомобиля 2009 года выпуска данный автомобиль такой темно-серый цвет неплохая комплектация конечно не не максимально но тем не менее неплохая туманок нет штатное литье летняя резина естественно автомобильчик весь целенький не битый довольно небольшой пробег для данных автомобилей 98000 стоимость автомобиля 650 тысяч рублей эти free напоминаю freed и spike то есть фриды есть пятиместные есть там 6 7 местные данная спайки идут только 5 мест на данная версия идет 6 местная ребят смотрите какой салон поверьте для фрида это редкость заднее сидение поднимается крепятся по бокам есть версии где посередине второй ряд сидений идет сплошным здесь два капитанских кресла чистейший салон вот действительно фрида найти в таком состоянии очень-очень сложно сейчас я вам еще покажу посмотрите по низу в каком он состоянии двигатель полтора литра коробка передач вариатор на всех вариатор кроме автомобиля 4 воды на 4 воды устанавливается автомат пробег 97000 мультируль единственный косячок вот здесь крутилка была приделана японцам сожалению остался отпечаток либо просто одеть оплёточку все видно этого ничего не будет мультируль камеры заднего вида климат-контроль кстати нужно включить печку потому что ну как бы минус 5 показывают но находимся на рынке на самой верхней стоянке очень холодно что-то рассказывать про данный автомобиль не вижу смысла уже много рассказано много сказано это популярнейший семейный минивэн в принципе за небольшие деньги многие могут сказать то что девятый год старый год вот я бы там купил себе 12 13 тоже там 16 17 когда ребят цена разница огромна 12 13 год это уже меньше 750 не подходи данный автомобиль стоит 650 тысяч и поверьте он по состоянию лучше чем некоторые автомобили которые продаются на авторынке зеленый угол и 12 и 13 и 14 годов мне прямо самому очень нравится данный автомобиль подлокотник ручник руль у нас по вылету регулируется по высоте 1 электро 2 с кнопки складывания зеркал регулировка зеркал магнитола стоит обычная в принципе все здесь по стандарту стоимость автомобиля напоминает шестьсот пятьдесят тысяч рублей друзья вот пробег на машине сто тысяч так я это веду к тому то что многие говорят сто тысяч пробег на автомобиле да все это там конченый хлам уже тогда да ничего подобного вот едем вот по такой дороге по грунтовке постороннего шума стука нет подвеска отрабатывает ровно так как она должна отрабатывать салон не разболтан не расшатан он не скрипит не гремит я не знаю что там еще эти салоны могут делать машина она ну реально автомобиль он обслужен рулевая рейка люфта никакого нету в реально ничего не брякает в автомобиле пробег 9 грубо говоря грубо говоря пробег сто тысяч на автомобиле поэтому ребят но не сравниваете вы вот этот вот наш я не знаю как его назвать вот эти автомобили которые выпускаются и японский автомобиль даже с теми же самыми с корейцами ну чё сравнивать чё сравнивать японские автомобили но это ребят мы уже забрали просто просто корабль пароход да по сравнению с предыдущими автомобилями кстати вот погода была нормальная фрида забрали и доехали все отлично фридбол на летней резине и вот у нас пошел снежок но нам повезло данный автомобиль это сирена это свежий последний кузов на зимней резине видите такой молочный красивый цвет то есть мне очень нравится свежий новый кузов в плане и сам кузов и салончик конечно сирена сам они молодцы они изменили внешний автомобиль небольшой пробег на данном автомобиле чистенький аккуратненький салончик три ряда сидений салон как видите идет черный сзади очень много места то есть многие знаете микроавтобусы считают как минимум но по факту это конечно же микроавтобус продавец оставил коробок докупили комплект летней резины но я думаю как это вот в пакетах сейчас положим шторки эта консоль у нас ездит практически до передней части тоже очень очень удобно комплектация конечно не из богатых автомобиль заводится с ключа туманки ставили уже здесь похолодало на улице бензина нет а вот тоже нужно будет заехать на заправку ребят 19 тысяч пробег на автомобиле климат-контроль вариатор круиз-контроль камера заднего вида траектории нет он говорит не из богатых комплектация но тем не менее пробег на автомобиле очень очень маленький место я не буду рекламировать сколько здесь место место здесь очень много в данном автомобиля год у нас 2016 данного автомобиля вот ладно сейчас едем в транспортную компанию и покажем вам следующий автомобиль друзья все-таки да запишу немножко смотрите вот так у него так просто будет удобнее снимать с момента как мы завели автомобиль прошло 20 минут то есть автомобиль прогрелся пока проверяли документы и так далее я к чему веду многие спрашивают как зимой автомобили холодно или не холодно вы рассмотрите прошло 20 минут машина полностью прогрета теплый воздух идет ну не теплый воздух да а горячий воздух идет честно прохладно то есть я вот еду у меня руки еще как-то они подмерзают прям вот особенно правая рука мне почему-то подмерзла ну и самому так зябко ездили на этих автомобилях да безусловно ты когда едешь по трассе мотор у тебя там кочегарит на всю машине тепло но первое время где-то первое наверное полчасика будет холодно не то что холодно да а прохладно либо просто нужно будет прогревать автомобиль подольше принципе все это делается очень просто устанавливается сигнализация с автозапуском я не знаю допустим я когда утром из дома выхожу я автомобиль так извиняюсь за ночью пошел я автомобиль грею два раз то есть я сажусь автомобиль у меня уже теплый ну и раз снимаем бак пустой сейчас заедем на заправку вот сколько у вас городе бензинство у нас допустим на альянсе 92 сколько там 46 14 до 95 47 еще очередь как ни крути когда бак с правой стороны это конечно плюс то есть пол очереди а выезжаем как на бензина залили и смотрите что я хотел показать здесь нету здесь нет пробки до которая откручивается вы согласитесь удобно да здесь такое колечко плантинная резинка стоит не надо откручивать ничего что вот такие вот у нас японцы все-таки все-таки молодцы автомобиль завелся сразу сиренку назвать как прикольно залились на 500 рублей в баке ничего все равно не показывает и вот хотел показать все равно смотрите лампа у нас горит хотел показать электронный тахометр тоже прикольно такая штука